Всем привет, я Майкл Наки, и это очередная сводка с Русланом Левиевым. Российские официальные лица продолжают врать о случившемся в Буче, и мы вновь и вновь доказываем и показываем, почему все, что говорит российская сторона, это вранье, а трагедия, случившаяся в Буче, просто невыносима. К сожалению, она, скорее всего, случилась и в других городах, мы видим, что поведение российских солдат весьма определенное, это мародеры, это насильники, это убийцы, причем это не отдельно взятые случаи, а, к сожалению, массовая история, и мы с Русланом подробно об этом рассказываем. Бои продолжаются, продолжается обстрел городов, в том числе кассетными боеприпасами, идет некая перегруппировка войск, в ближайшие дни будет, скорее всего, совершена атака на Мариуполь, там очень сложная ситуация, понять до конца ее не представляется возможным, так как недостаточно данных. При этом в Украину уже едут европейские танки, и, скорее всего, скоро туда полетят европейские самолеты, это очень важно для Украины, потому что это то тяжелое вооружение, которого страна давно добивалась. Итак, новая сводка с исследователем Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым. Не забывайте помогать ее распространять лайками, подписками, комментариями, что считаете возможным. Ну и поддержать канал можно по ссылке в описании, там ссылка на Patreon, если у вас зарубежная карта, если у вас есть возможность, то вы можете это сделать. Итак, наш разговор. Как мы и ожидали, сейчас пошел этот целый караван попыток разоблачения фотографий по Буче, уже каких только версий не выдвигали. То есть, если они когда-то начинали с того, что якобы там трупы оживают и начинают двигаться, что, конечно, полнейший бред. Потом переходили к тому, что вот есть видео нацгвардии, и там почему-то трупов не видно, хотя, блин, это не значит, что на каждой очереди должны быть трупы. И теперь дошли до того, что, вы знаете, оказывается, спутники Магасар на Буче не летали в те дни, по которым они показывают снимки. Хотя, любой может зайти, есть специальные программы, где можно посмотреть, на какие дни летали спутники над определенным местом и какие спутники. И вы увидите, что ровно в те дни эти спутники там летали, как бы, это все подтверждено. И в дополнение к этому мы видим активно обсуждающиеся сейчас видео из Буча, старое, на котором оно снято, видимо, с дрона. И там видна колонна российской техники десантников, что особенно важно. Она стоит на одной из улиц. И там мы постепенно видим, как по параллельной улице едет велосипедист. Вот он едет-едет, как бы, он не виден для колонны. Потом в какой-то момент он подъезжает к перекрестку. И как раз в сторону этого перекрестка смотрит одна из БМД-шек, боевых машин десанта. Вот она как бы охраняет периметр. Вот и как только она видит велосипедиста, она начинает там по нему стрелять. Из БМД. Сам момент гибели, убийства не виден. Видно, что от нас велосипедист скрылся из виду, потому что он заехал на ту улицу, где стояла БМД. И мы видим, во-первых, выстрелы самой БМД. Во-вторых, как бы облако пыли, поднимающиеся с той стороны, куда заехал велосипедист. Что, в принципе, говорит о том, что это было убийство силами десантников. И то, как все это было организовано, то есть вот эти все события, в принципе, показывают, описывают для нас аналитиков ситуацию. То есть если по-нормальному, если вы берете город, то есть вы планируете взять его под свой контроль и закрепиться в нем, у вас не должны колонны техники стоять на улицах, вы должны ставить блокпосты. Если вы ожидаете какие-нибудь там партизанщины, что кто-нибудь там со дворов на вас выбежит, националист какой-то, не знаю, за гранатометом, то не вот так вот БМДшки должны стоять на улицах колоннами, а должны стоять блокпосты, там какие-нибудь пулеметчики, там проверять документы. Здесь мы видим, что абсолютная хаотичность действий, то есть видно, что они, изначально у них был план ехать дальше, пробиваться там на Киев, условно говоря. И, кстати, на этом же видео мы видим на соседней улице еще одну разбитую колонну десантников, и там та колонна, которую мы увидели потом с земли, видеозапись. И, видимо, вот эти десантники, застряив в какой-то момент в буче, в том плане, что они не могли продвинуться дальше, и не могли организовать нормального контроля города, чтобы взять его под свой контроль. Стояли как попало, вели огонь хаотично во все, что движется. Вот вам, пожалуйста, и получается это массовое убийство мирных граждан, которое мы в дальнейшем увидели и последствия на фотографиях. В данном случае это просто является еще одним таким доказательством в пользу того, что, скорее всего, массовое убийство совершали десантники. То есть это пока не на 100% подтверждено, но, видимо, как минимум они тоже причастны. И мы дальше будем с этим разбираться. Переходя уже дальше к ситуации на фронтах, то мы видим, что взяли населенный пункт Брашковка, это к югу от Изюма, я имею в виду российские силы взяли, к югу от Изюма, между Изюмом и Боровенково. Об этом сообщает уже украинский генштаб. Украинские силы полностью освободили Николаевскую область, и они сейчас фактически, у них локальные бои с российскими силами, там на границе Херсонской области. Но и, в принципе, Алексей Арестович говорит, что якобы российские силы планируют оставить Херсону уйти, хотя нам кажется это довольно-таки сомнительным, потому что видно, что они там окопались и уходить не планируют. Тем более, что у украинских сил сейчас особо нет сил, чтобы атаковать Херсон и пытаться его брать под свой контроль. Можно предположить, что если только взорвут Антоновский мост, создаст угрозу новой Каховке, вот тогда, может быть, каким-то образом и решат российские силы из Херсона уйти. Но пока предпосылок к этому мы не видим, и мы думаем, что в Херсоне они будут стараться закрепиться. Обстреляли сам Николаев, в том числе кассетными боеприпасами, потому что мы видели фотографии срабатывания суббоеприпасов на земле, на асфальте, мы видим следы осколков, что говорит именно о кассетных суббоеприпасах. Попали и по рынку, где погибли мирные граждане, попали по детской больнице. Более того, мы видели видеозапись пуска ракетных систем залпового огня «Смерч» недалеко от Херсона, в районе Херсона. И, судя по всему, это вот тот самый пуск, который привел к результатам Николаев обстрелами кассетными боеприпасами. У «Смерча» есть тоже реактивные снаряды с кассетной боевой частью. Скорее всего, это было именно оно. Вообще, в целом, сейчас наступление будет таким патронным направлением. Это старая линия соприкосновения с российскими силами, ну и с сепаратическими силами тоже, в Донецкой области. Лисичанская агломерация, там, рубежная. Это Изюмское направление, по которому продолжают атаковать Славянско-Бравенковско. И потенциальное направление со стороны Гуляй-Поля. Но оно будет активно, скорее всего, только тогда, когда уже закончит вопрос с Мариуполем. Потому что его продолжают штурмовать, по-прежнему, определенная его часть под контролем украинских сил. И там еще пока вопрос далек от окончания. В Мелитополе продолжают сейчас раздавать повестки. И забавный момент, который мы в связи с этим обнаружили, что в этих повестках многих используются старосоветские названия улиц. То есть те, которые были там до 2014 года. Вот. И это такой забавный момент. То есть непонятно, как это происходит. Может быть, там вот эти оккупанты сидят в администрации и пользуются старыми советскими картами Генштаба Советского Союза. Вот. И оттуда выписывают названия улиц. Вот. Здесь большой вопрос. Видели мы видеозапись, связанная с Мариуполем, опубликованная Саниславом Черновым. Это один из тех фотографов, который работал в Мариуполе. Он работал в паре с Евгением Малолетко. И вот те фотографии знаменитые от роддома, которые увидел весь мир, как раз были сняты ими. И именно они записывали интервью, которое не вышло. Именно то, которое не вышло. С вот этой бьюти-блогершей, которая была в роддоме, которая была беременна, которая потом рассказывала, что они на камеру у нее спрашивали про обстоятельства взрыва. И потом нашли ее еще второй раз в другой роддоме. Это вот они работали в Мариуполе. И вот Мстислав Чернов, один из этих фотографов, опубликовал видео как раз от 9 марта, на котором, как он говорит, он слышал самолет. И потом два крупных... На видео мы видим два крупных разрыва в стороне роддома. И по самому характеру разрывов и по звукам мы бы действительно тоже склонялись бы к версии, что это был все-таки именно авиаудар. Хотя, как и зовут, блогер что-то я уже забыл. Вот хотя она говорила, что она не слышала звук самолета, но она могла просто банально не услышать, потому что он довольно-таки быстрый и короткий. И сразу удар взрыв. Поэтому она могла не обратить на это внимание, не услышать. Но вот Мстислав Чернов, он говорит, что слышал И там на видеозаписи определенный звук слышен И мы полагаем, что вот самолет сбросил две авиабомбы Скорее всего, ОФАП-500, то есть 500-килограммовые Это такая типичная тактика российских ВКС Когда они там двумя бомбами работают по одному объекту Поэтому мы стремимся к версии, чтобы была не Точка-У, не Искандер А все-таки авиабомбы, сброшенные по роддому Подгурская ее фамилия, да Но тут тоже Подгурская Нет, Вышинская и Подгурская, две, я так понимаю Тут еще интересный отдельный нюанс Что вот мы с тобой поговорим, периодически нам приходится Про фейки, про пропаганду и все вот это вот И что уже как бы две трети того, что российская сторона заявляла Она уже не отрицает Ну, то есть уже не настаивает, что это там загримировано было Не настаивает, что этого не было Не настаивает, что там была база Азова конкретно в этом роддоме Ну, то есть вот, друзья, зрители, с течением времени Вы можете просто отследить, да, если у вас не память золотой рыбки То чего стоят все вот эти заявления Минобороны и всего прочего Ну, да, и это тот самый конвейер фейков и разных версий Который будет дальше работать Завтра еще что-нибудь придумают Цель которого в том, убедить его аудиторию в том, что не все так однозначно Правды вы не узнаете никогда Хотя мы по всей истории видим, что постоянно одна сторона врет Другая сторона все, что мы говорим, все сбывается Одна сторона говорит, что никакой войны не будет, это все очень А мы говорим, что эта война будет И потом мы увидим, что война сбывается Вот, поэтому, скорее всего, мы еще много разных таких версий Фейков и увидим В том числе по роддому Также из интересного был опубликован материал BBC По домовым чатам В плане типа чат-чат дома Например, наверняка у многих подобные есть У меня тоже по Москве был такой чат По моему дому, где мы с соседями общались Вот, и просто из архива переписок таких домовых чатах Там у один из корреспондентов BBC у него тоже такой был домовый чат И по Буче Они показывают, что были свидетельства таких убийств мирных граждан И в принципе зверств, там мародерства и прочего С самого начала вторжения, то есть с конца февраля И это было не в формате определенных дней Когда зверство, а другие дни тихо Нет, это было прямо вдоль всего времени оккупации Бучи Постоянно один за одним происходили случаи убийств, изнасилований, мародерства Что в принципе говорит о системности явления Что это не проявление каких-то отдельных зверей Это системная вещь, постоянная И в связи с этим также хотелось бы упомянуть доклад Human Rights Watch Они рассказывают про ситуацию в Мали То есть вообще не про Украину Которая тоже вот про, если ошибаюсь, про март Март этого года Где белые солдаты Ну там по-моему, что типа европейского вида В Мали это понятно, что африканская страна А солдаты там белые, они естественно будут очень сильно выделяться на месте среди населения То есть по сути вагнеровцы, которые там действуют давным-давно и активны Они заняли какое-то село Выгнали оттуда джихадистов, ну там боем В том числе кого-то из них там убили А потом, после чего мужчин, женщин, детей Они начали просто там расстреливать Говоря, что вы все тут джихадисты Вот, проводили по сути они такую деджихадизацию села То есть если они в Украине проводят такую деднацификацию То там, видимо, у них получается такая деджихадизация Деджихадизация, да В том плане, что они убивают всех беспорядочно И основания для того, чтобы признать кого-то джихадистом, игиловцем или неонацистом Им больших оснований для этого не требуется Что, там, не знаю, поддерживший какой-то местный режим Все, там, игиловец, джихадист, неонацист, подлеживший убийству В связи с этим, что для нас важно Во-первых, в группе Вагнера есть как бывшие контрактники, российские солдаты, контрактники Так и наоборот, среди российских солдатов, контрактников Есть те, кто служил в группе Вагнера То есть такой двусторонний процесс И, в принципе, раньше мы думали, что это Вагнеровцы, это худшее Ну, в плане, там, зверств и беспредела Потому что мы помним прекрасно то, как они забивали кувалдой пленного И потом расчленяли его тело и сжигали Вот, а сейчас по итогу мы видим, что это на самом деле характерно Вагнерцы не как-то выделяются среди солдат Они абсолютно среднестатистические российские солдаты То есть российский солдат, он именно вот примерно вот такой Он беспредельщик, убийца, мародер И мы видим на примере Украины и других стран, где действует Вагнер Что это именно так, это абсолютно системное явление Это не то, что характерно для каких-то там Негосударственных, получастных формирований вооруженных Это системное явление Давай здесь ненадолго остановимся на мародерствах Потому что довольно много появилось свидетельств Насколько они для вас убедительны И можем ли мы говорить о массовости этого явления Явление действительно массовое То есть сейчас все обсуждают видеозаписи из СДЭКа в Беларуси Где опубликованы кадры, как они там отправляют Кто-то там отправляет этот электросамокат Кто-то какую-то там бытовую технику Вот опубликованы даже какие-то имена Тех, кто отправляет, и их уже донимизировали Вот, ну и мы получили сообщение об этом еще до этих видеозаписей С ровно аналогичным содержанием Что приезжают военные и отправляют всякую там бытовую технику Или местами они не отправляют Местами они прямо приезжают на машинах в пункт постоянной дислокации Если он находится недалеко от границы России и Украины Приезжают вместе с техникой, привозят целыми там КАМАЗами, Уралами И дальше начинают прямо из воинской части Все это продавать через Авито и другие площадки То есть мы в этом абсолютно убеждены Да и в принципе это вещь не новая И в Сирии было все то же самое Там тоже мародировали постоянно Поэтому те видеозаписи не стали для нас сюрпризом И мы как бы в них верим Этот факт имеет место быть Он подтверждается и сообщениями местных жителей Которые кстати и у нас тоже были Именно по Буче Один из наших комментаторов Он писал, что да, я вот тоже жил в Буче до момента прихода русских И я знаю, что там они и наш дом разграбили И угадали там машины, и у соседей тоже Вот и куча-куча этому подтверждений Вот, как бы, это факт Вот, аналогично есть сообщения по Кстати, возвращаясь к докладу Human Rights Watch Есть отдельные сообщения по Центрально-Африканской республике Где тоже в марте, то есть вот совсем недавно Вагнеровцы разогнали золотокопателей Некоторых поубивали Отобрали у них золото, деньги Вот тоже, пожалуйста, вам факты Мародерства и там беспричинных убийств Типичная такая картина для российских военнослужащих И российских наемников В Харьковской области мы видим, что внезапно российскими военными Был задержан мэр Волчанска Надеюсь, я правильно ставлю ударение Населенного пункта Волчанск Который находится буквально там 5 километров от границы с Россией Интересно, что до этого момента Российские войска как-то старались обходить город И как-то особо его не трогали Потому что он прям ровно на границе Но здесь, видимо, решили его взять Потому что дальше, понятное дело Как мы говорили, будет заход тех сил Которые перебрасываются с Белоруссии и из регионов России На направление на Изюм А Волчанск, он как раз по пути на Купянск И далее на Изюм Соответственно, через него будет проходить много колонн российской бронетехники И, видимо, поэтому взяли сейчас в плен мэра этого города В целом продолжаются обстрелы и бои в Мариуполе Мы видим там сложную ситуацию В бои на самом Донбассе А можешь описать, пожалуйста, ситуацию в Мариуполе? То есть, как это сейчас выглядит? Потому что мы говорим постоянно, да, про его осаду Мы говорим про то, что там бои как-то идут Что вот есть окраины, есть неокраины Что вообще там происходит с точки зрения того Что занимают украинские силы? Что это за украинские силы? Откуда идут российские? Что они блокируют? Что не блокируют? Просто как это выглядит для того, чтобы мы понимали? Ну, сейчас еще украинские силы продолжают, видимо, контролировать завод Азовсталь И будут большие бои за завод И часть территории, соответственно, на левом берегу Небольшую часть территории они контролируют Конечно, ситуация очень подвижная Поэтому сложно сказать прямо вот на текущую минуту Что контролируют украинские силы, что контролируют российские силы Мы видим, что на левом берегу продолжаются бои То есть все еще есть, там, видим, какая-то часть украинских сил Видимо, на правом берегу Там значительная часть под контролем украинцев Там, не знаю, наверное, треть, где-то так Хотя при этом они полностью окружены И там нет линии снабжения для них Ситуация для них весьма сложная И, кстати, в связи с тем видео про морпехов Которые попали в плен в Мариуполе Многие приводят свидетельства, что якобы это были, на самом деле Пленные, связенные с разных мест И вот есть якобы группа 36-й бригады морской пехоты в Фейсбуке Где родственники пленных опознают их И говорят, что они были пленены в совсем другом месте Не в Мариуполе И плюс есть опознание одной из девушек военных Которые есть на вот этой видеозаписи с пленными морпехами И ее опознали еще и на других видеозаписях Вот поэтому сейчас вот та видеозапись с пленными морпехами Вызывает некоторые вопросы в ее подлинности Ну, в плане постановочности И мы над этим еще работаем, проверяем Там еще непонятно, насколько она была подлинная И именно в связи с тем, почему это важно Российская страна будет пытаться сделать вид, что они Там вот уже вот практически победили Или вот еще бы взяли в плен кого-то Чтобы тем самым демотивировать оставшиеся украинские силы Чтобы они тоже сдались Вот, и поэтому в этом плане В плане будет крайне сложно разобраться У нас ведь нету свидетельств со второй стороны С украинской стороны Потому что у них нету связи У них нету возможности там снимать, фотографировать все спокойно И куда-то выкладывают сеть Поэтому ситуация с Самарюполем весьма такая затуманенная И неопределенная Поэтому здесь надо быть очень аккуратным в оценках Кто что контролирует Вообще глобально, вот после так называемого отступления России Да, потому что это было довольно громко Насколько сильно она отступила? В том смысле, многие ли части покинули территорию Украины? И кто там остается? И что оставшимися частями может планировать сделать Владимир Путин российской армии? Ну, мы действительно видели отход десантников Киевского, Черниговского направлений Мы видели отход той самой 155-й бригады морской пехоты Которая фигурировала в последнем сообщении телеканала «Звезда» Что там морпехи проводят зачистку на направлении Буча и прочее от 1 апреля Мы видели отход их сил Пока что не видели отход сил тяжелой бронетехники сухопутных войск Типа 5-й танковой бригады И мотострелковых бригад тоже 64-й, 36-й Пока мы в вопросе, где они? То есть, по идее, мы должны были увидеть их в Беларуси Как они выходят и отправляют технику Но пока не видели Поэтому с ними это вопрос Десантники сейчас прибудут на границу со стороны Бенгарда, скорее всего Мы видим, что туда едут многие И мы полагаем, что они будут какое-то время переформироваться, переукомплектовываться Увеличивать свои силы и потом вступать в бой И понятно, что бои будут тяжелыми Более ожидаченными, чем мы видели раньше Потому что раньше из-за того, что у российских сил была такая рассредоточенность По множеству направлений Киевская, Черниговская, Сумская область Херсонское направление И отдельно еще Донбасс Вот в те времена хватало, в принципе, некоторых сил украинских военных Плюс сил территориальной обороны Чтобы как-то сдерживать атаки россиян на Донбассе Сейчас уже, конечно, так не получится Потому что сил концентрируется гораздо больше Это и десантники, и новые прибывшие танки Поэтому здесь нужна будет концентрация и украинских сил с противоположной стороны Но вопрос, что у них получится Это вопрос очень большой Потому что, да, с одной стороны, мы видим много техники и много сил Но, с другой стороны, мы прекрасно помним о качестве командования российских сил Насколько они плохо умеют проводить операции Поэтому посмотрим Ты знаешь, тут Дмитрий Песков, не к столу будет упомянут Сказал, что отвод войск, это был жест доброй воли по отношению к Украине Скажи, пожалуйста, это действительно была такая подачка Со стороны России Или все-таки какие-то другие мотивы, скорее всего, за этим стояли Ну, жест доброй воли, когда вы теряете значительную часть самых боеспособных подразделений Это очень странный маневр изначально был То есть, типа, если он намекает на то, что они просто как-то отвлекали от Донбасса Вот, где якобы были основные бои То очень странно, почему тогда там именно самые боеспособные части были на киевском направлении Например, которые сейчас понесли большие потери Ну и когда ты выходишь из территории боя Потеряв огромное количество бронетехники и личного состава Тоже это не похоже на жест доброволи Это похоже на капитуляцию на этом направлении Потому что сил нету, тяжелые потери Придется уйти Вот на что это больше похоже И скажи, пожалуйста, вот ты говоришь про обстрелы, да, что они продолжаются Они уже, судя по всему, воспринимаются нами несколько иначе, да, в начале войны И потом каждый обстрел был отдельной большой новостью, да, мы подробно описывали Вот сейчас это уже не с кафоном идет Расскажи, пожалуйста, почему стреляют, чем стреляют и откуда стреляют, есть ли понимание? Сейчас он в основном стреляет из либо артиллерии, либо ракетных систем залпового огня Видим, что участились обстрелы Николаева Я думаю, это связано с тем, что российская сторона тоже прекрасно понимает Что украинцы будут сейчас сконцентрировать силы И одно из потенциальных направлений контратак может быть как раз таки направление Николаев-Херсон Вот и поэтому они как бы заранее обстреливают территорию оппонента Ну то есть обстреливают Николаев и рядом находящиеся территории Чтобы заранее сдерживать потенциальную контратаку Вот в этом получается их тактика И аналогично применяют сейчас на Донбассе Но за тем исключением, что на Донбассе применяют также еще и авиацию Вот мы видели сбитые Су-35, мы видели сбитые вертолеты, тот же К-52 Там авиация применяется На юге авиация сейчас не применяется Ну и по тем направлениям, откуда российские силы ушли, там авиация тоже не применяется А сколько вообще российская авиация чувствует себя сейчас комфортно? Потому что нам несколько раз говорили о полном уничтожении украинской авиации Нам это говорили на второй день войны, нам это говорили через неделю после войны Нам это говорили совсем недавно на брифинге Минобороны Что все давно уже не осталось ни у какой авиации Украины Там минус 2 Байрактара и все прочее Действительно ли российская авиация чувствует себя вольготно и завладела превосходством в ней? Вот это важный, кстати, термин Есть термин превосходства То есть когда ваш сил значительно больше в определенном контексте, в контексте неба А есть термин господства Когда вы полностью контролируете воздушное пространство И там врагу даже бесполезно пытаться как-то там залететь, что сделать Потому что моментально будет сбит Господства в небе у российских ВКС над Украиной нет Превосходства? Да, есть За счет того, что авиации гораздо больше И в том числе комплексов ПВО гораздо больше у российских сил Но сейчас, возможно, ситуация поменяется в лучшую сторону для украинцев Потому что мы видим, что все-таки постепенно со скрипом Но начинаются поставки отдельной тяжелой техники для украинских сил Мы увидели уже поставку танков Т-72М, БМП-1 Их уже поставили эти танки или планируют поставить? Ну мы видели уже поезда, которые прям отправились Мы прям видели фотографии поезда На них погружены танки, на них погружено БМП И, к сожалению, по этим поездам мы не можем пробить информацию Типа, где сейчас выгонят Потому что это европейские базы данных Они не настолько открытые, как базы данных РЖД И не настолько глупые, как российские ФСБшники Которые спалили для нас абсолютно все военные составы Да, да, да Поэтому, может быть, они уже приехали Мы не знаем Но сам факт отправки их уже в сторону Украины Мы точно видели Это уже не просто слова Это уже состоявшийся факт отправки бронетехники Плюс, говорят о покупке F-16 По-моему, то ли для Болгарии, то ли для Польши Чтобы взамен Украине поставили те самые Миги 29 Которые так долго обещали И, судя по всему, сейчас мы увидим прибытие и Мигов 29 тоже Соответственно, уже добавится сила Украины И ситуация чуть-чуть поменяется В вопросе превосходства в воздушном пространстве Спасибо, что посмотрели Пишите в комментариях ваши вопросы Что бы еще вы хотели, чтобы я спросил у Руслана Левиева А может быть и у других экспертов С вами был Майкл Наки Всего доброго Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok